Всем привет, с вами Марс. Сегодня я вам расскажу об ArcheAge и сделаю свой на него, так сказать, обзор. Давайте нам перед этим рассмотрим, что же такое ArcheAge. ArcheAge это многопользовательская игра, которая распространяется компанией Mail.ru, то есть она условно-бесплатна, на которую есть различное количество серверов и форумов. Она считалась самой ожидаемой игрой 2013 года в жанре ММО. И она оправдала большинство требований и возложенных на нее ожиданий от компаний и от игроков. Что ж, давайте посмотрим уже игру, а то тошно ведь. Что ж, начнем с АЗОВ. Нам доступно для игры 4 расы. Это Нуяни, это Эльфы, это Ферре и это Хорнийцы. Хорнийцы это некие люди-китайцы, японцы, что-то такое восточное. И им сопутствуют соседи-человеки-кошки, Ферре. На другом же континенте живут Нуяни, местные обычные люди европейской статуры и выражения лица. И Эльфы, такие пидорастичные маленькие человечки. А вот с женским полом тут все обстоит гораздо лучше. То есть мы видим сисястых нянок. Мы видим не менее сисястых эльфиек. Ну, девочки-кошки, они конечно няшные, но они не так привлекают. И маленькие симпатичные китаянки. Ну, я свой выбор уже сделал. Теперь, пожалуй, перейдем к редактору персонажей. Нам доступно 22, мать его, прически. То есть, ну, в принципе, где разговариваются фантазии у нас действительно есть. Различные причесочки, неплохая прорисовка. Не идеально, конечно, но тем не менее, хоть что-то есть. И несколько пресетов лиц. Брови там, глаза различные. Сделаем такую няшаку. И что-то по причесочке надо такое взять. Более шальное. Ну, что-то такое. Макияжика. Забабахаем ей. Выберем носик. Ну, вот, что-то уже получше становится. Также мы можем выбрать макияж на щеках. Ну, как-то так. Затем нос, рот. Проблемы с прикосом, девочка. Так, потом кожа. Не будем делать загорелую, китаянку. И лица. Также различные пресеты. Виды морщин. В нашем случае. Нам у нас будет молоденькая, еще не повидавшая ничего. Затем различные татуировки. Татуировки, раскраски, всякое такое. Их немного, но они прикольные. Пожалуй, ничего этого я использовать не буду. И подберем еще какой-нибудь овал лица. Вот, как-то так. Несколько видов шрамов тоже. Есть парочка забавных, но... Пожалуй, не будем таким образом украшать нашу девочку. Различные, различные кучи интересных настроек. Также можно повозить детализация, ширина лица, ширина челюсти, форму скул. Там высота подбородка, ширина, баллов. Ребята, конструктор человеческого тела. У вас в руках. Давайте, вперед же. Теперь, выбор специализации. Первая специализация, это... Наш, так сказать... Первый... Первые скиллы в этом мире. Про систему специализации я вам расскажу чуть попозже. Но давайте, для начала мы выберем... Какое-то нападение, что ли? Нет, лучше преследование. Интро. Давным-давно... Война богов обрекла изначальный материк на гибель. Богиня Нуи ценой своей жизни открыла портал и увела свой народ в далекий край. Сперва они жили в мире. Интро, не вымахуйся. Затем начались распри. И брат восстал против брата. Короче, глобальный апокалипсис и материки разделились. Вот и вся история. Знаете, война все-таки погубила такие народы, которые жили, в принципе, одной общиной. И тут пришло время, они разобщились и разделились по разным континентам. А центральный материк, они засрали до такой степени, что, ну, блядь, все, пиздец, невозможно стало на нем жить. Вот мы, собственно, и попадаем в первый игровой экран. Тут у нас слоты быстрого доступа, линия прогрессии опыта, очки работы, которые необходимы для профессии и вообще в очень многих делах этого мира. Также доступны полоски жизни и маны, отдел для бафов и наш уровень. Тут вспомогательные менюшки, такие как окно персонажа, рюкзак, журнал заданий, очки умений, которые, видите, у нас будет на выбор целых три. Первым мы выбрали преследование. На пятом уровне мы выберем еще одну из тех веток, которые будут нам доступны. И последняя будет на десятом. Об этом во всем я расскажу чуть-чуть попозже. Теперь же. Карта, которая, как вы уже поняли, у двух материков другая. То есть одни живут на одном материке, другие на другом. И если вам надоело играть, допустим, за Нуиан, милости просим. На другой сервер или просто создайте персонажа. За вот таких вот миленьких китайцев или японцев. Хер пойми, да и не важно. Потом есть отдел гильдии, рейда или отношений с другими игроками. Здесь же мы можем посмотреть, какая почта у нас есть. Туда у нас приходят с аукционов вещи, ролики различные, помощь и меню настроек. Также вызываемая кнопкой Escape. Потому что, в принципе, по интерфейсу все. Также у нас тут доступен часы, как видите, здесь, в этой милой, прекрасной игрушке, есть смена дня и ночи. Пока с геймплейной точки зрения это не особо... не особо влияет на геймплей, но тем не менее. Обещали, что мобы будут намного злее. И мы начинаем свой тернистый путь. Ты мастер, ты принес нам какое-то говно. Теперь мы можем пожрать. Или не пожрать. Я не знаю, я, по-моему, добывал какую-то руду. Но хер его знает. Выполняем обычные квесты. Принеси то, убей тех, уничтожи это. Разберись со всем остальным. Эффект рассеялся. Да уж. Пока что все очень и очень интересно. Давайте посмотрим, что боевочку. Я знаю. У кого-то сейчас буду заебывать. Хочу-чуть. Безоткатных скиллов у нас, к сожалению, пока нету, но можно вот пятиться назад и просто пиздить всех таким образом. То есть, в принципе, ничего особо сложного в этой боевке нету. Ай! Не за сложности мы в эту игру пришли. Что ж, вот я апнул третий уровень и могу изучать умения. Все стабильно, все стандартно и без каких-то особых проблем. Просто изучайте, тыкая по навыку, когда у вас есть очки умений. Ваш путь до пятого уровня будет очень таким, как бы, во-первых, он будет очень быстрым, потому что вы не будете париться ни по поводу гринда, ни по поводу каких-либо остальных негативных как это особенностей, так сказать, ММО. Пока идет ознакомление, все будет это очень интересно и весело. Вы получаете питомца, прокачиваете навыки, нестандартная система для ММО, для большинства ММО, по крайней мере, в этом является и новшество Аркейджа. И вот вам сразу же использование очков работы. Мы нашли некое растение, которое называется Куркума и, заметьте, у меня 136 очков работы и когда я, допустим, соберу эту траву, у меня отнимется 3 очка и за любое имесло, за любое вот такое даже мелкое действие, даже если открыть какой-то ссанный кошелек бандитов у себя в инвентаре, у вас будут отниматься очки работы. Если играть без премиум аккаунта, они будут уходить на хай-левелах очень и очень быстро. Еще один небольшой нюанс по скилам. Когда вы изучаете новый скил, он может складываться в ком. Например, если цель оглушена, урон повышается на 2,3%. То есть это в принципе небольшие бонусы, но в пвп они будут громадными. И у вас таких бонусов возможно будет очень и очень много, потому что у вас будет 3 ветки умений с различными абсолютно бонусами и с различным абсолютно уроном. И когда вы будете складывать ваши скиллы в 3 различных ветках, это будет просто ад. Ну, все зависит от ваших рук и от вашего билда. Есть тут в принципе и такие квесты. Милая девушка, выгрузи себе на свою нежную шейку килограммов так 50 колод и дотащи до точки назначения. Или этот квест, сука, ты не пройдешь никогда. Она прекрасна. Ее волосы уложены в пышную прическу изящные брови чуть заметно нахмурены. Глаза замерцают как ночные звезды. В них присыщение и полное безразличие к моему рассказу. О чем же ты поведаешь сегодня министр стрель и я начинаю. Дошли до меня слухи о великой царице что давным давно в одной из далеких деревень жил знатный юноша и однажды прогуливаясь среди песков он увидел умирающего который протянул ему ларец и велел ни в коем случае учить не отдавать его тени но я думаю достаточно вот таким вот макаром у нас и раскрывается сюжет да такие флешбеки да такие нарисованные но они ничего они интересны вы думаете зря я таскаю эти колоды а нет не зря они будут использованы для строительства дома правда строительство какому-то небось местному шефу какому-то небось депутату продажному но не важно да в этой игре можно строить дома можно строить корабли можно строить огороды да тут можно поиграть веселого фермера но не всегда лишь только если у вас к этому лежит душа ну и есть на это время вот вы например посадили какую-то блядскую мяту и вот прошло несколько секунд и она немножко подросла пройдет еще несколько секунд и она подрастет больше и вы сможете ее собрать а потом как заядлый фермер собирает 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 ваш урожай а потом продать его за жалкие гроши и там есть вся ферма я только только апнул пятый уровень и тут же мне открылось новое выберите свою специализацию итак второй специализации поскольку первую я взял преследование а это пилд научника то есть я могу взять либо гипноз либо скрытность но это из рекомендованных конечно а вообще могу взять любую из этих то есть исцеление воодушевление волшебство мистицизм сопротивление оборона нападение гипноз скрытность учет и из этих всех классов из этих из этих из этих вы можете создать свой уникальный а классов я возможно не говорил этого больше двух сотен а как вы думали да классов действительно немало на сайте доступна такая возможность как калькулятор поэтому вы можете просчитать любую специализацию какая вам будет угодно и например посмотреть что из этого получится какие скиллы вам будут полезны а какие нет допустим мое первое преследование потом это будет скрытность а потом я думал качать гипноз и тут мы можем посмотреть какие бонусы у каждого скилла что нужно для чего какие камбухи будут складываться в принципе очень удобно как для большинства ммо калькулятор на сайте все есть и гайды по этим классам всегда нужны их сейчас безбытки в интернете вы можете полазить и найти для себя подходящий или создать свой на вкус и цвет товарища нет так что советую вам брать для себя именно для себя то что вам нужно то что вам понадобится то что вы будете использовать а себе второй специализацией я возьму скрытность потому что ну во первых первый скилл это потрошение безоткатное нарезание противника во вторых на двадцатом уровне по-моему да именно на двадцатом уровне открывается азарт мстителя это пулемет из лука и я не переварщиваю это именно то что нам нужно как для лучника это просто великолепно скорость повышается на десять процентов а урон атак от дальнего боя на пятнадцать великолепная пассивка и мы ее изучаем следующий же будет бросок кобры который будет оглушать и тогда мы будем славно въебывать их выстрелом и будет складываться неплохая комба ну и как вам уже две ветки а такое различное множество будет всяких различных комбушек и сочетаний а как вам и это всего лишь будет до десятого уровня а что будет дальше ну а так в принципе могут выглядеть и ваши дома но вы можете конечно их расставить и пороскошнее пошикарнее ну и как-то побыстрее что ли это один из таких дешевых более дешевых вариантов но тоже вполне себе неплох правда а еще есть вот такие квесты помогите ученому проэкспериментировать свой новый образец реактивного мать его двигателя но если вы выживете все будет конечно очень хорошо ну а если нет все будет очень плохо ну вот как-то так и после этого помогай людям верно хотя он прикольный когда у вас прибавляется хотя бы на один живый скил чуть-чуть больше уже становится убивать даже тех же жалких мобов куда куда интереснее я бы не сказал бы что любая ммо может похвастаться именно таким но знаете как ведь это хорошо когда есть какое-то разнообразие а разнообразие тут действительно есть и чем выше ваш уровень тем оно больше знаете и даже метод передвижения пляцкого реактивного кенгуру становится более интересным не таким конечно веселым как на каком нибудь драконе world of warcraft или грифоне хер знает где это тоже весело ну а дальше больше дальше будут и глайдеры и ездовые животные которых тоже тут очень и очень много и они довольно таки веселые так что и разнообразие даже перемещения тут огромное растение тут сажаются приблизительно вот так вы находите зону где можно что-то посадить зону лишь для того чтобы ваш урожай никто не спиздил потом ждете какое-то время и собираете свой урожай главное во-первых не проебать время а во-вторых не проебать сам урожай потому что как я уже упоминал его могут украсть вы поливаете там ждете 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 периодически его действительно нужно поливать ну это понты понты для городских ждем а вот этот квест собственно пронесет нам нашего первого ездового животного как вы видите в корзине я несу некое подобие животного правда пока еще никто не знает в кого оно превратится но тем не менее сейчас мы его доставим по адресу ну звучка неплоха но ру ру есть ру ру это ммо тут особо сюжета нету хотя подача действительно его интересна вот мы собственно ташкаты ташкандыбали уже до этого несчастного квестодатель теперь же мы должны посадить некие семена эти семена мы посадим где то вот здесь пускай вот тут они растут через 20 секунд они все равно будут нашими но это все нужно для животного вот для вот таких вот миленьких маленьких животных забавные они хотя я себя пожалуй буду взращивать какого-нибудь черного просто потому что мне нравится черный цвет вот и все в принципе квест сделан теперь мы пожалуй выберем себе детеныша тире или таре скорее таре мелкий шрифт ни хрена не видно черный детища таре огромная благодарность достаем его из инвентаря сажаем где-нибудь вот здесь вот да 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 и маленькая животное кормим маленькое животное и ждем этап взращивания подходит к концу и оно выросло дадим ему попить по-моему маленькое маленькое дивное создание с каменным хвостом и еще немножечко подождем вот оно в конце концов таки вырастает и получается нечто ну в принципе сейчас вы сами увидите что получается еще давайте немножко для него потанцуем такое это ну давай порадуй мамочку и выросло нечто такое мы почесали затылок и получили свое первое ездовое животное я вот кину пожалуй быстрый слот и вот оно наше первое ездовое животное вроде бы шестой уровень но зато насколько это все хорошо и насколько это упростит нам жизнь к тому же анимация довольно прекрасна благодарю и теперь можно ехать и забирать свою траву которую я там посадил я прибыл в конце концов в принципе вовремя и пока еще осталось 30 секунд я вам немножечко расскажу про ездовые животные как видите они тоже имеют уровень и с каждым уровнем они становятся все сильнее со временем у них открываются свои способности которые вы также можете юзать в бою когда он у вас призван вот допустим я сейчас слез с него он будет просто бегать со мной и также получать боевой опыт это очень полезное такое создание будет потом и в принципе через несколько уровней вы заметите серьезную помощь со стороны вашего ездового животных что ж я собрал свою картошечку в принципе все для меня на этом можно свою первую часть такого обзорчика аркейдж закончить это первые 7 уровней пожалуй я бы поднял сейчас до 10 его но особого смысла в этом пока нет чисто в принципе ради того чтобы показать вам прокачку и для проф не знаю давайте уже проф и прокачку до 10 уровня я покажу в следующей части и так всем спасибо за просмотр с вами был марс подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока до новых видео